В Прикубанском сельском поселении прошла открытая сессия совета, на которой глава администрации отчитался о проделанной работе. Какую оценку дали депутаты и жители деятельности поселковой администрации по итогам 2018 года, смотрите в первом материале выпуска. Прикубанское сельское поселение можно назвать одним из самых благоустроенных и комфортных для проживания. Здесь есть своя школа, детский садик, библиотека, школа искусств, офис врача общей практики, почтовое отделение МФЦ. Строится новый храм. В марте 2018 года в поселении был избран новый глава Валерий Яценко. На открытой сессии совета он отчитался перед депутатами и населением о проделанной работе. В местную казну в прошлом году удалось собрать свыше 15 миллионов рублей, выполнив план на 106%. Львиная доля расходов была направлена на социальную сферу и решение вопросов благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Решался вопрос с освещением улиц, газификацией домовладений, проводился ремонт дорог. Исполнялись наказы жителей. По муниципальной программе выполнена замена программного обеспечения уличного освещения на сумму 84 тысячи рублей. Выполнен ремонт остановочного павильона на МТФ-1, установлен информационный знак. Установлен новый остановочный павильон в районе дачи Кубань на сумму 57 тысяч рублей. По краевой программе заменена водонапорная башня на новую. Выполнена замена изношенных труб водоснабжения на новую по улице Кубанской 244 погонных метра в рамках консессионного соглашения СВО «Кубаньводоканал». Выполнялся ремонт и установка малых архитектурных форм на территории МТФ-8. Организована новая волейбольная площадка. Сами прикубанцы активно участвуют в благоустройстве своей малой родины. Возникающие проблемные вопросы решают в тесном сотрудничестве с сельской администрацией. Такой подход позволяет работать более эффективно и выполнять наказы населения своевременно. Работой главы поселения, несмотря на то, что в этой должности Валерий Яценко работает меньше года, односельчане довольны. За короткий срок он проделал очень много работы. Был вопрос предыдущим, главой вопрос по кладбищу. Он этот вопрос решил. Потом подсыпал дороги, ремонтировал ливневки. Ну, короче, даже приятно к нему обратиться на прием, с ним поговорить даже. Как человек, он понимает жизнь наших хуторян и всех, которые обращаются к ним. Он наладил работу, у него команда, он создал хорошую, с кем он работает, требовательный такой он этот. И главное, что владеет информацией по Прикубанскому. Все, которые вопросы хуторяне раньше задавали, он это владеет и знает. И выполняет на отлично. В планах на год текущий продолжить работы по благоустройству Прикубанского сельского поселения, ремонту дорог и освещения, наведению санитарного порядка. Глава района Роман Синеговский, присутствовавший на открытой сессии, отметил хорошую работу сельской администрации и высокий уровень доверия населения местной власти. В целом, поселение на хорошем счету, и понятно, что надо больше делать, и мы тоже желаем больше делать. Но я считаю, что работы ведутся, с населением глава работает, мы тоже постоянная районная администрация принимает жителей. Расширенный прием проводим раз в месяц, в субботу, если нужно раньше, мы всегда с удовольствием принимаем, общаемся. Для меня очень важно, чтобы мы поэтапно все эти задачи, которые вы перед нами ставите, чтобы мы совместно эти задачи вместе с вами решали. В конце встречи жители смогли озвучить волнующие их проблемы. Прикубанцев интересовали вопросы медицинского обслуживания, ремонта дорог, реализации нового закона по переработке отходов. Все поднятые проблемы были взяты на контроль для дальнейшего их решения. Очень хотелось бы сказать огромное спасибо Роману Ивановичу, потому что очень правда помогает нам и качели, и остановку. Вот сейчас опять дорогу попросили хотя бы посмотреть. Валерий Евгеньевич, глава, тоже очень большой молодец, тоже помогает, всегда выслушает, всегда относится с уважением. И все проблемы, которые есть, он воспринимает как свои. Поэтому я им очень благодарна, молодцы. Отчетная сессия прошла в форме открытого диалога. Возникшие вопросы у населения не остались без ответа. Такой предметной и конструктивной встречей жители остались довольны. Если честно, очень приятно сидеть на такой расширенной сессии и слушать то, что мы сегодня прослушали. Время прошло на отдыхании. А удовлетворение оно от того, что хутор развивается, поселение развивается, не только хутор, но и ближайшие наши поселки, МТФ. Поэтому от такого удовлетворения только оценка только может быть и одна. Удовлетворительно так держать, не снижать планочку. Можете рассчитывать на депутата, на казачество, на прочие общественные организации. Мы конечно же будем подставлять свое плечо. Мы будем дальше вместе с традицией работать на процветание родного поселения. По окончании сессии депутаты Прикубанского совета приняли решение работу главы сельской администрации признать удовлетворительной.